здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы снова вяжем простую очень простую вещь такой жилет-жакет очень простой и очень эффектный для него нам понадобится пряжа 30 про у меня 30 процентов 6 шерсть 70 процентов акрил 50 грамм 55 метров то есть 100 грамм а то 10 метров вот из этого расчета толстую пряжу пряжа пир первое дополнительный цвет я пишу дополнительный цвет фиолетовая 150 граммов пряжа розовая тоже дополнительная 2 150 граммов и основной цвет третья основная 500 граммов так ну и спицы всего у меня получается 800 грамм пряжи если будете хотите вязать однотонный значит 800 грамм пряжи далее разберемся девчонки с мерками нам нужно определить длину кардигана и объем либо бедер либо груди что у вас шире потому как бы самому широкому наша длина да и первая мерка у нас x равна этой длине вот это наша и обязательно будем такую простую конструкцию для начала это набор петель длина изделия которую вы хотите допустим 100 сантиметров должно быть два раза по 100 равно то есть два метра много давно потом мы будем перегиб набираем мы эти петли фиолетовой нитью и вяжем платочной вязкой забыла сказать спицы у на меня 6 миллиметров так для начала я вяжу образец из 20 петель ну что плотность вязания у всех разные это у меня 15 сантиметров 20 петель равно 15 сантиметров 20 петель это 15 сантиметров нам нужно 200 сантиметров то есть две длины значит считаем таким вот образом 20 умножаем на 200 и делим на 15 у меня получается 266 петель эти два числа умножаем делим на вот это вот я набираю 266 петель и вижу фиолетовой нитью это у меня 266 петель вот девчонки смотрите провязала я 18 рядов видите платочная вязка вот все 266 петель я набрала и вижу на одних спицах круговых очень сложно перетягивать ему что других у меня нет чтобы взять еще одни спицы именно такого размера вот 7 сантиметров это 18 рядов и сейчас я меняю уже на розовую нить вижу розовую полоску точно такую же как и здесь то есть еще 7 сантиметров и 18 рядов розовая полоса я думаю узором показывать надо это просто лицевые петли кромочная изнаночная все продолжаем вязание еще вяжем 7 сантиметров другим цвет так девчонки показываю видите еще провязала этим розовым 7 сантиметров и теперь далее вяжу платочная вязка вот все это полотно серой нитью вот пока мы продвигаемся ровно вот так далее вяжу если на что мы поменяли нить и далее пока ничего не меняем вяжем ровное полотно основным сколько же мы вяжем серой нитью возвращаемся девчонки вернеется вся деталь у нас тут должна состоять вот самая большая ширина как мы уже измеряли вторая мерка 55 сантиметров разделить на 2 равно 27 и 5 сантиметров приблизительно вот она моя полочка девчонки высота моей детали 27 сантиметров здесь у меня 27 и 5 сантиметров вот она вот эта часть теперь теперь нам нужно вычислить сколько же нам нужно закрыть и сколько нам нужно оставить петель на спинку спинка у нас 55 сантиметров до должна быть поэтому вычисляем количество петель нашим же способом 20 петель 15 сантиметров x петель 55 сантиметров 20 умножаем на 55 и делим на 15 равно здесь у нас 273 петли ну чтобы было как бы четное количество петель оставим здесь 74 петли добавить добавляем эту одну петлю просто для закругления 74 значит у нас всему было 266 петель общая наша часть 266 266 минус 74 равно 192 и разделить на 2 потому что у нас две вот эти части нам эти петли нужно разбить на две части разделить на 2 8 и равна 96 петель равно 96 петель то есть нам нужно с каждой стороны закрыть 96 96 петель здесь у нас по центру останется 74 петли в начале ряда я закрываю 96 петель вы свои расчеты девчонки вот как я считаю вы подставляете свои числа в эти расчеты то есть таким образом ой я не считаю 1 2 3 4 таким образом вы можете вычислить это все на любой размер так вот смотрите я закрыла 96 петель и теперь я ряд вот здесь вот если вот так вот смотреть отсюда я закрыла вернее неправильно я говорю вот так вот да я вижу я сюда отсюда закрыла 96 петель и теперь я отвяжу до конца и закрывать следующий 96 я буду буду в начале следующего ряда вот смотрите видите осталось мои 74 петли по центру вот они и теперь я продолжаю ровно вязать вот это спинку это у нас получается две полочки пока ничего не понятно ну ничего сейчас мы вяжем ровное полотно из этих 70 74 петли вот они у меня по центру остались здесь у меня закрыта по 91 2 край так продолжим смотрите провязала я вот эту вот видите давайте будем смотреть как она у меня лежит вот она закрыла я вот эти боковые петли и вязала вот эту вот часть 74 петли длиной она у меня вся от сантиметров а нужно мне девчонки определяем сколько нам нужна длина вот так вот перегибаем эти полочки совмещаем то есть если посмотреть на схему вот это вот длина должна соответствовать этой длине в итоге то есть сколько у нас сантиметров здесь то есть у вас вы смотрите по своим размерам столько же будет длина этой части вот я сложила видите эту конструкцию и у меня еще вот остается такой вот сектор меня еще не хватает здесь 15 сантиметров то есть вот они эти 15 сантиметров я еще здесь сделаю две полоски всего же у меня 70 сантиметров всего у меня здесь 70 сантиметров и здесь 770 сантиметров сейчас у меня здесь будет эти две полос точно так же как я вязала в начале то есть вот эти две полоски перемещаются сюда 18 рядов 18 рядов розовым и 18 рядов фиолетовым если вы вяжете однотонная повторюсь вы просто продолжаете вязать пока у вас не будет 70 сантиметров либо же когда вы вложите то у вас должно совпасть вот эта длина это и есть боковой шов который у нас должен совпасть так я продолжающий вязать две полоски цветные и далее вам буду показывать довязала я ищу ведь вот эти две полосы и теперь проверка на если мы сложим вот так вот у нас должна совпадать вот эти боковую шту таким вот образом то есть это есть наш боковой шов здесь мы будем оставлять отверстие на руках и вот так вот сшивать боковой боковой шовчик сшивать вот она вся наша деталь такая вот конструкция я думаю всем понятно таким вот образом она выглядит теперь что еще хочу вам показать вот эти вот нитки все так как это очень толстая пряжа и получается что вот эти все узлы их и обрезать нельзя продеть нельзя вернее можно но они вылезают я делаю таким вот образом продевали потом разделяю вот эту часть сейчас я вам покажу сначала продеваем вот все где у меня стыке где у меня связаны вот нитки я все вот это обработать ему пройдусь таким вот способом закреплю всем вот эти ниточки таким вот способом я сейчас покажу и разделила нитку в рабочую на вот видите каждый цвет ниточку разделяю либо беру швейные нитки в тон и вот одну ниточку я взяла и проделал иглу и теперь я просто вот эту нитку обычными видите она все вылезает тут надо только закреплять я его закрепляю обычной иглой на лицевой стороне у нас не будет ничего видно вот эти все тоже узелочки видите везде где у меня были связаны нитки везде очень большие на толстой пляже очень большие узлы делаю все мои узелочки таким вот образом пройдусь и сошью боковые швы и по сути по сути у меня все готово обрабатывая все концы и потом будем сшивать далее девчонки складываем вот видите вот таким вот образом и сшиваем боковую часть оставив при этом для рукава стороне вместе сгиба вот он наш мест наше место сгиба и для рукава я оставляю 20 сантиметров начинаем сшивать снизу я буду сшивать вот такой вот иглой просто буду брать за кромочные сшивать за кромочные петли таким вот образом можно любым другим способом таким вот образом я продвигаюсь сюда и душевая до того места где у меня будет вот здесь вот 20 вот смотрите сшила я оба боковые шва вот один и второй вот теперь что касается застежки я себе обозначила уже померила одеваете на себя жилет сворачивая на лицевую сторону и смотрите как вам лучше застежка либо вы ее полностью делаете по всей длине я вот отдела завернула шалевый воротник так как я хочу его носить и обозначила место первой пуговицы не пуговицы у меня вот такие вот видите вот такие застежки кнопки вот может быть железная может быть такая пластиковая как у меня вот и их я допустим я буду делать вот так вот две штуки всего лишь а вы смотрите как как вам то есть я сейчас сюда пришиваю эти кнопки две штуки вот я обозначила место первое и еще второе вот таким вот образом пришивая эти две кнопки все в принципе наш жилет готов девчонки и 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